Золотой человек на Авторадио Москву хоть и называют портом Петимарии, но морем здесь и не пахнет. Единственное место в столице, где можно прикоснуться к морской стихии и познакомиться с ее обитателями, это московский дельфинарий. Дрессированные дельфины, моржи и даже морские львы – знаменитые столичные артисты. И хотя они не дают автографов, зато предлагают весьма тесную дружбу. Он с нами разговаривает? Он так, он может ничего не так. Кто поет? Давай. Вокалист Каспер работает еще и педиатром. Дельфинотерапия уникальным образом помогает справиться с недугом детям с такими тяжелыми диагнозами, как ДЦП и аутизм. На лечение Касперу очередь на месяцы вперед. Олег Белкин с сыном Ярославом приехали из Самары. Созвонились с центром, договорились о встрече. Ай! О, спасибо за любовь. Спасибо. Подружились. Вот мы и подружились. Дельфинотерапия не панацея от тяжелых болезней. Но не раз в практике врачей дельфинария происходило настоящее чудо. Это были неработающие ручки, которые просто схватывали мяч, отпускали. Просто захват был. Зверь стоял под ним, вот в течение получаса просто вкладывал в эти руки мяч и потом ловил. Потом появилось бросковое движение, ну и дальше начала развиваться мелкомоторика. И дальше, значит, мальчик-мальчик сейчас уже большой. И сейчас он играет на фортепиано, играет на флейте. И тоже лауреат каких-то конкурсов. Питомцы дельфинария сами могли бы стать лауреатами театральных конкурсов. Тихоокеанская моржиха Василиса поражает своим комедийным талантом. Когда тренер спрашивает, Василис, а ты вместо уроков что делала? Василиса заваливается на спину, так вот задними ластами вот так делает, а передней вот так вот за спину, за голову закидывает, как в гамаке лежит. Это настолько выразительное движение. Потом, когда она демонстрирует, что ей якобы стыдно, она так здорово ластом своим закрывает свои бесстыжие глаза. А вот это, случайно, не радость или привет? Нет, это как раз не радость, это она не очень довольна происходящим. В Василисе есть от чего расстроиться. Ее и всех обитателей дельфинария выселяют. Это здание невероятно привлекательно. И сотрудники Зверинца уже не первый год отбиваются от рейдерских захватов. Рейдеры удерживали наш дельфинарий. Они пытались показывать представление, но случилось самое для нас, в общем-то, стрессное. Были загублены три черноморских дельфина-фалена, вот таких, понимаете, которые, два из них выступали в программы, а третий живет, участвовал в дельфинотерапии. Теперь же дельфинов хотят выгнать на улицу в прямом смысле слова. В Москве пригодного для них места проживания больше нет. Владелец этого здания отказывается продлевать договор аренды и утверждает, что бассейны в аварийном состоянии и упрекают руководство дельфинария в миллионных долгах. Однако сотрудники водного цирка уверены, что и с долгом, и с ремонтом могут справиться сами, если бы только им не мешали работать. Мы же предложили, давайте сделаем реструктуризацию долга, во-первых, да, график погашения этого долга. И мы, я думаю, в течение года мы бы все это вернули, и никаких проблем бы не было. Владимир Петрушин – один из основателей московского дельфинария. Еще будучи студентом биофака МГУ, он проникся любовью к дельфинам. Когда с дельфинами плаваешь, получаешь, ну, я не знаю, неповторимое впечатление. Казалось бы, это уже надоест должно. Это неповторимое впечатление. Ты выходишь на подъеме, вот знаете, ну, это невозможно, отписать слова. И более того, они, если вот такой человек, по каким-то, норовят с его, они убьются, они даже его пытаются не выпускать из воды, им хочется с ним играть, играть, играть. Дельфины не только очень умные животные, но еще и хорошо воспитанные. Если протянуть руку над водой, то они обязательно подплывут, чтобы поздороваться с вами. Этеллект дельфинов – вечная головная боль ученых. В дельфинарии самого его основания проводятся исследования. Одно из самых значимых открытий – однополярный сон дельфинов. Полушарие мозга этих животных отключается во время сна по очереди. Дельфин спит и плавает одновременно. Разучая механизмы сна не только человека, но и дельфинов, ученые пытаются, ну, разработать такой, ну, пептид, белок, который возникает в процессе сна. Если его синтезировать, понимаете, и вот, допустим, давать человеку, то человек будет засыпать естественным сном. Если вот действительно удастся до конца синтезировать, то это будет такой прогресс, я не знаю, который, наверное, люди получили бы, но билюшки и приедут. Но пока сотрудникам дельфинария не до спокойного сна. Их питомцы обречены буквально на голодную смерть. Ведь морские артисты сами зарабатывали себе на кусок рыбы с икрой. С ноября дельфинарию запретили проводить представление. Кормить такого большого импозантного мальчика, как Каспер, который занимается лечением, это дорого. Содержать это животное дорого. Каспер кушает в день порядка 20 килограммов рыбы. Рыбы четырех сортов. Терпук, мойва, сельдь и что-то какая-то еще рыбка. Ну, в общем, дешевой рыбкой тут не отделаешься. Родители больных детей в шоке. Московский дельфинарий – единственное место в стране, где проводят дельфинотерапию. Олег Белкин рассказывает, что официальная медицина на его сыне давно поставила крест. А после всего четырех сеансов с доктором Каспером Ярослав начал говорить. Если закроется дельфинарий, то у многих детей и родителей оборвется одна из ниточек на надежду на то, что у нас мы будем здоровы. Такой аналог у нас есть только на Украине. Но на это другое государство, и, допустим, попасть мне туда было проблематично. Неужели такая громадная столица не может помочь вот этому дельфинарию остаться здесь и помогать детям? 20 лет своей жизни Владимир Петрушин посвятил дельфинарию. Своими руками ремонтировал некогда заброшенный бассейн. Здесь вместо вот этого бассейна склад был буквально. Здесь доски вот в бассейне, которые мы наблюдаем, сейчас были уложены. Часами не вылезал из бассейна, тренируя своих подопечных. Коллеги восхищаются и его работоспособностью, и терпением. За его плечами очень большая работа, большой опыт, очень много пройдено, очень много часов просижено в холодной воде и очень много нервов потрачено для того, чтобы наладить контакт с дельфинами, запустить программы, научить дельфинов всему и, в общем-то, управлять таким большим коллективом строптивых тренеров и строптивых животных. А сейчас весь дружный коллектив московского дельфинария ждет море погоды. Мы в подвешенном этом состоянии, мы только очень надеемся, что и правительство, может быть, я не знаю, премьер-министр Путин обратит внимание на то, что дельфинария – это не просто, это не кафе и не кабинет стоматологии, при всем уважении к этим честным занятиям. Это организация, которая занимается чем-то, мы людям даем радость, здоровье. Кто-то уходит отсюда и становится биологом. У нас есть просто такие примеры. Некоторые из наших сотрудников в детстве пришли сюда в первый раз и заболели. То есть это выбор жизненного пути, это вообще контакт с чем-то необычным. Ваш дельфинарий славится в Москве не только своими шоу-программами, но и научными разработками. А уж помощь дельфинотерапии больным детям и даже взрослым – это уже давно неоспоримый факт научный и медицинский. Мы признаем вас золотым человеком и вручаем нашу фирменную статуэтку. Пожалуйста. Мы надеемся, что вы и дальше будете продолжать заниматься своим любимым делом и вам удастся защитить ваше водное царство от всех врагов. Спасибо. И хотя Владимир Петрушин с присущей ему природной скромностью отвечает, что ничего выдающегося в его работе нет. Мы об этом особенно не думаем, что мы занимаемся уникальным делом. Для нас оно обычное. Коллеги уверены, что без этого золотого человека в Москве никогда бы не было дельфинария. Но у меня эта статуэтка страшно оскро напоминает. Вот за лучшую мужскую роль. Золотой человек на Авторадио.